ОБСЕ сегодня осмотрели последствия обстрелов силовиками посёлка Саханка. По оценкам специалистов, огонь вели там из миномётов и гаубиц. Предположительно, стреляли с юго-запада, из расположения батальонов Донбасс и Азов. Один из местных жителей погиб, его жена была ранена. Подробности узнаем у Евгения Подубного. Он выходит на прямую связь с нами, из Донецка. Евгений, здравствуйте. Что удалось обнаружить наблюдателям? Какая обстановка в Донбассе сегодня? Екатерина, здравствуйте. Действительно, Саханка, это населённый пункт недалеко от Широкина, подвергся массированному обстрелу из артиллерии и миномётов. Накануне вечером обстрел продолжался и ночью. В результате этого обстрела один человек погиб. Мужчина, его жена получила ранение. Это осколочное ранение. Врачи уже оказали ей необходимую медицинскую помощь. Жители Саханки говорят, что это наиболее серьёзный обстрел. За последние несколько недель Саханка постоянно подвергаются артиллерийскому огню, так как находятся непосредственно у линии соприкосновения. Но жители посёлка всегда отмечают, что в самой Саханке позиций сил Донецкой Народной Республики нет. И ближайшие ополченцы от населённого пункта находятся более чем в двух километрах. Вот что говорили жители населённого пункта, которые пережили этот ночной обстрел. Впечатление во всех жителей складывается, что это планомерное уничтожение домов. Понимаете, домов и людей. Только на улице Мира 30 снарядов легло по домам. Вот сейчас ходили по домам, более 30 снарядов. На Ленина и вот на этой улице. Мы отдыхиваемся в мёртвом, где толстые стены, чтобы осколки не пробивали. Ну, это стена нас спасает, потому что у нас погреб, если что, дай бог, попоеду погреб, нас засыпет. Мы боимся, ну, короче. Вот вчера и восьмидесятками, и дымовыми, ну, и, по-моему, вспышки выпасили. Вспышки, как было видно, с Марёполя широкими. И собаку, и кошку, и уток всё повбивало. И сами лежали, не знаю, как всё такое спасли. Вот здесь дедушка, дедушкина спальня, вот там вот он спал. Вот, пожалуйста, это мы уже немножко разгребли это всё. Вон в одеяле кусок осколка нашли, вот еле вытащили. И тут же всего, вот мы выбрали, вот эти все дрова там были. Зависло. Зависло. Ну, стоит сказать, Екатерина, что установлено и какой тип боеприпасов применяли украинские военные, так и официальный представитель Министерства обороны ДНР Эдуард Басурин заявил о том, что украинские военные использовали миномёты 82-мм, и после этого применяли дальнобойную артиллерию. Более того, Басурин предположил, что миномётным обстрелом украинские силовики планировали замаскировать обстрел артиллерийский. И действительно, с того направления, с которого вёлся обстрел, удалось установить, что там находятся боевики добровольческого полка «Азов» и «Донбасс». И вот что рассказал Басурин о том, какие новые подразделения и тяжёлую технику к линии соприкосновения подводят украинские силовики. Сил ДНР продолжает фиксировать факты перемещения военной техники лишь в составе вооружённых сил Украины. Так, населённый пункт Славянск в направлении Артёмовска отмечено перемещение трёх 122-мм ГАУ СД-30. Населённый пункт Новгородская зафиксировано прибытие орудий полевой артиллерии. Кроме того, в населённом пути Часов-Яр установлено прибытие по 2 единицы РСОБМ-21 «Град» и ЗРК «ОСА». В свою очередь, по данной нашей разведки, отмечено прибытие населённый пункт Константиновка, 30 военнослужащих ВСВУ из учебного центра по подготовке снайперов, дислоцирующего населённом пути Абгустовка, Одесской области. Снаряды взрывались в Докучаевске. Там рядом проходит линия соприкосновения. Было неспокойно и в Санжаровке. Хотя по Донецку, собственно, по Донецку за последние сутки не били. Екатерина. Да, Евгений, спасибо. На прямой связи из Донбасса был наш корреспондент.